Гребенская 8, часть тротуара пешеходной зоны, занимают столики из ближайшего кафе. Муниципальная земля в аренде не первый год, доказывает предприниматель, и просит у исполняющего обязанности главы Анапы остановить процедуру расторжения договора. Ну сколько же можно работать на тротуарах? Город-курорт Анапа первое место в крае занимает по количеству посадочных мест в общественном питании. Есть стационарные объекты, все это есть, все присутствует. Нам не нужно в городе на тротуарах иметь летнее кафе, нам это не нужно. И кто в аренду дал, расторгнуть договор, никакой аренды там не будет. Похожая просьба у арендатора кафе Кубрик на Пушкино-19. Громкая музыка после 23, вытоптанный газон и факты торговли фальсифицированным алкоголем перечисляет Юрий Поляков все, что отличает это заведение. Мы его приведем в первоначальное состояние, так как это должно быть. И работаете там, ни на какой клумбе, ни на какого кафе там не будет. Вы уже попользовались не один год этой клумбой. Вот вы оплатите в муниципалитет то, что вы пользовались землей муниципалитета. Газон сегодня уже освобожден, вслед за этим Юрий Поляков настоятельно рекомендовал привести в соответствие с законом и работу кафе. О незаконном строительстве под окнами соседей. Ольга Михайловна рассказывает, как собиралась подписать согласие на реконструкцию летней кухни. А на деле оказался самострой. Когда мы пошли в нотариальную контору, я увидела там совершенно другое заявление его. Я заявление не подписала, разрешение ему не дала. Он решил, что обойдется, так заявил, я обойдусь без вас. И начал строительство, где он занимает полностью всю территорию 96 квадратных метров. Иск подала администрация, но проведенная экспертиза нарушений в действиях застройщика не нашла. Но самое главное, что обозначено и идет строительство хозяйственного блока с гаражом, на который по Градкодексу не требуется разрешение. И поэтому соответствующее заключение эксперта и решение суда было отказать на иске. На сегодняшний день дело готовится к рассмотрению уже в апелляционной инстанции. И Ольга Михайловна просит Юрия Полякова направить на судебное заседание специалиста правового управления. Исполняющий обязанности главы Анапы дал соответствующее поручение.